Всем привет! В этом видео я хочу сделать отзыв об имитациях для спортивного ножевого боя, изготавливаемых инструктором клуба Спас Алексеем Вараксиным. Сразу хочу сказать, что имитации это нечто довольно индивидуальное в тренировках по спортивному ножевому бою. И это может быть как когда некий стиль, некий клуб ножевого боя используют только один определенный вид ножей, например, как такой вот нож. То есть все приходят с одним и тем же ножом на тренировки или вот с колстилами, если люди тренируются. Но в большинстве же случаев имитации подбираются индивидуально под человека. Каждый смотрит, какую форму он хочет. Возможно, он хочет форму своего любимого ножа. Или нужна определенная эргономика рукояти и так далее. То есть здесь мы можем сейчас разговаривать об этом очень-очень долго. Но почему я решил сделать этот отзыв именно вот в таком вот формате видео, так вот очень подробно рассмотреть имитации Алексея? По той причине, что для нас в первую очередь самым главным аспектом является безопасность. Она стоит первее всего, первее эргономики, первее того, как этот нож выглядит, из каких ценных пород дерева он сделан и так далее. И вот на мой взгляд Алексею удалось сделать нечто, что пока что мы, например, такого не встречали. Это некая комбинация безопасности и эффективности в тренировках с вот этими вот имитациями. Значит, что в них такого особенного, что в них такого нового? То есть сразу скажу, что у Алексея есть, ну, можно имитации разделить на два таких больших типа. Внутри каждой из групп потом есть еще некие изменения, о которых я потом скажу. Значит, первый тип имитации выглядит вот примерно следующим образом. Это вот некая очень-очень такая широко распространенная имитация Алексея. И сердцевина здесь, вот вся основа, она сделана из дерева. То есть дерево идет здесь внутри. Но вся эта деревяшка, она покрыта каким-то смягчающим материалом. Такой пористый каучук, я не знаю, как это называется. И по бокам у нас тоже накладки из резины. Это позволяет имитации, с одной стороны, сохранять жесткость, то есть останавливающий эффект этого, как это называется, инструмент, да, этого снаряда. Останавливающий эффект этого снаряда чувствуется в полной мере. Но при этом, ну, то есть если и наносится, то просто минимальное количество каких-то травм или повреждений. Эти имитации, опять же, он их выполняет как в виде неких таких общих форм, как вот эта вот имитация. То есть я даже не возьмусь сказать, с какого ножа это сделано, потому что мне кажется, это просто какая-то общая форма. Округлая такая рукояточка, клиночек, вот и все. Можно встретить имитацию, выполненную, например, уже по контурам какого-нибудь конкретного ножа, как вот в данном случае, это Cold Steel Voyager. Возможно, Tanto Large. То есть вот, ну, рукоятка просто один в один, клиночек, конечно, чуть-чуть крупнее, но, тем не менее, ты берешь в руку. Если с закрытыми глазами, я думаю, очень тяжело будет отличить от Voyager. То есть и в таком ключе Алексей делает, ну, ну, просто, просто любую, любой ножен, он повторяет, еще нет никаких проблем. Также хочется отметить то, что у Алексея есть возможность делать эти имитации с очень-очень высокой точностью, то есть и повторять одну и ту же имитацию точно так же, как и предыдущую. То есть вот две имитации, одна красная, одна синяя, например, когда нужна пара для соревнований, то есть одному бойцу и второму. Они абсолютно идентичны. У него для этого есть возможность, есть мощности. Алексей занимается, насколько я знаю, производством Киев для бильярда. И там идет очень тонкая работа с деревом, со всеми материалами. И здесь, ну, просто вот подгонка какая-то, вот шлифовочка, все вот эти фасочки. Все на очень-очень высоком уровне сделано. Просто берешь эту имитацию в руку и прямо просто приятно держать ее в руке. И второй тип имитации – это вот такие вот имитации. Алексей даже сам где-то упоминал, что на изготовление подобного рода имитации его вдохновили имитации Андрея Нечаева из Питера. Но, тем не менее, он их переосмыслил немножко. И некоторые отличия присутствуют. У меня, к сожалению, нет имитации Андрея Нечаева. Он их производит в очень маленьких тиражах, количествах. Их вообще стать обладателем такой имитажки довольно непросто. И здесь мы имеем уже более такую мягкую структуру, обтянутую плотной тканью. И здесь еще идет вот такая вот толстая брезентова лента для того, чтобы максимально продлить жизнь этой имитации. Потому что, ну, основная работа происходит при порезах, уколах. Значит, то, о чем я сказал вначале, хочу вернуться к этому опять. Значит, начав работать на этих имитациях, мы подняли эффективность и, не знаю, как бы интересность даже, скажу, своих тренировок на совершенно иной уровень. Потому что благодаря использованию именно вот этих вот имитаций у нас появилась возможность полностью отказаться от некоторых видов защит, которые обычно применяются в тренировках по спортивному ножевому бою. То есть все, что мы применяем на сегодняшний день, это только перчатки. Причем перчатки могут быть, ну, даже какие-то маленькие, не знаю, там, велосипедные, минимальные. В крайнем случае этого будет достаточно. И, ну, без шлемов тут, конечно, никуда. Но мы отказались от жилетов, никакой защиты предплечья, никаких вот этих вот огромных громоздких перчаток. Это все просто стало ненужным. Кроме того, значительное снижение вот этого вот травмирующего действия этих имитаций, ну, оно просто делает каждую тренировку в радость. Я понимаю, что есть люди, которые хотят только по хардкору, только, блин, деревяшками втыкать друг другу в ребра постоянно. Хорошо, но я уверен, что есть очень многие, которые разделяют и мою точку зрения. Это люди, которых реально тяготит вот эта вот хардкорность поражений, которые ты получаешь деревянным ножом. И, ну, я не знаю, для тех, кто немножко занимался ножевым боем, я скажу, что вот эта имитация, она сделана Юрием Макушкиным из Уфы. Имеет название «Витек» в честь нашего очень хорошего товарища из Екатеринбурга, Витьки Панды. Питер. Сейчас уже с Питера, да, передаем ему привет. Вот этим вот Витьком можно откровенно переломать ребра человеку, понимаете, на тренировке. И даже, ну, то есть я не говорю специально выйти там и на кого-то разозлиться и сломать ему ребра, а даже нечаянно, просто вот чуть-чуть какое-то неверное движение, человек больше пошел своей массой, там просто разрывы мышц грудных, бицуха. Ну, ребята, такие бывают травмы, просто дикие. А тебе потом на работу надо идти, у тебя дети, какие-то дела по хозяйству, ты ничего не можешь поднять. То есть ты потом на работе ходишь, как этот Эдвард Нортон в бойцовском клубе с какими-то фингалами, гематомами вот такими. Это бред. Это бред, на мой взгляд, вот это мое мнение, которое после того, как я попробовал вот эти имиташки, оно уже не изменится. Еще такой момент. Благодаря вот этим вот накладкам по бокам резиновым, имитация очень цепко сидит в руке. То есть вот эта вот кожа просто вцепляется с вот этим вот резиновым покрытием просто намертво. Здесь еще такая насечка крупная. Сейчас поближе покажем. Здесь есть некая мягкость, вот. Но при этом она не гнется в сторону, ничего. Здесь вот чуть-чуть мягко и здесь вот. Мы сейчас с Ильей, с моим постоянным напарником, вот он сейчас снимает. Мы с Ильей сейчас конкретно ведем тренировки в таком ключе подготовки к соревнованиям. Понимаете? И у нас, например, каждый сход – это размен ударами. Очень редко получается что-то чисто провести. То есть каждый из нас работает на максимум так, как он бы работал на соревнованиях. Не дает спуску своему сопернику ни на долю миллиметра. Понимаете? И каждый раз это какой-то размен. Посмотрите. Вчера мы с ним лупасились. Я не буду снимать футболку. Ну, я просто вот, как бы, не знаю, чисто как младенец. Я сегодня проснулся, встал, у меня ничего не болит, у меня нету… Вот тут маленький-маленький синячок, вот он. Это после того, как мы, не знаю, полтора часа просто месились насмерть. Без жилетов, без наруча, без ничего. Ну, поэтому я просто, меня переполняет просто радость от того, что в наши руки попали вот эти вот имитации. Реально, я Алексею хочу сказать огромное-огромное спасибо за вот эту вот проделанную работу. Несмотря на то, что сам стиль Спаса очень сильно отличается от стиля толпара, и политика Спаса отличается, но при этом они сделали просто уникальную имитацию. И я об этом хочу сказать. Это то, что важно сейчас, это то, что мы сейчас обсуждаем. Значит, еще хочу сказать по поводу рукояток. Лично я, вот, попользовавшись такими вот общими моделями имитаций Алексея, сейчас даже, на самом деле, и не рвусь, ну, например, заказать себе какую-то имитацию, которая повторяет какой-то определенный нож. Потому что вот эти вот имитажки, во-первых, вот в этих вот моделях рукоятка очень удобная, и, на мой взгляд, она очень сильно напоминает рукоять Спайдер Кокалипсо, в частности. Клинок уже не имеет значения, ты его рукой как-то не очень даже чувствуешь. Ну, вот, рукоять очень удобная. Но лично мой персональный фаворит, это вот эта имитация. Здесь просто такая вот рукояточка. Многим людям она, она кажется вообще, ну, чересчур короткой. У меня она легла в руку очень хорошо. И вот эти вот рукояти, что вот это, что Калипсо, они не диктуют тебе никакой хват. То есть, вот, для сравнения, если мы возьмем толпаровский гражданин, да, это у меня такой кастомный гражданин, тут с рубином, с надписью, с гравировкой, ну, неважно. Значит, здесь рукоять, которая диктует строго определенный хват с упором в ладонь, и все. То есть, вот это твой хват. В случае же с имитациями вараксина, я могу держать вообще любым хватом. То есть, вот, можно сказать, да, это какой-то маленький обмылок такой, но она лежит как хотите. Вы ее можете переворачивать во время боя, подворачивать, режущую кромку к себе, от себя, обратный хват, кто работает на обратном хвате, да. То есть, она настолько классно лежит в руке, ничего никуда не впивается, ничего не мешает. И при этом сидит в руке четко, полный контроль, имитация не вылетает из руки, не выпадает, ничего. Все, ну, я не знаю, просто я был в шоке, честно вам скажу. Единственное, нужно упомянуть одно нарекание, которое я слышал от ребят в России, когда мы были. Значит, есть такой момент, что из-за того, что здесь у нас такой вот тканевый клинок, он достаточно толстый, да, то есть тут вот, ну, площадь большая, и он немножко мягковатый. Вот люди утверждают, что маска же фехтовальная, вот она сделана, у нее вот такая вот форма, такая клинообразная, да, это для того, чтобы при попадании клинок соскальзывал в одну или в другую сторону. И зачастую это то, что происходит с деревянными ножами. Теперь, в случае с вот таким ножом, он, у него трение о сетку гораздо выше, и он может воткнуться, как бы реально там, как бы зацепиться за маску. И поэтому плюха такая получается нормальная, прям бум, как вот, как вот бывает в боксерской перчатке, тебя ударят, да, то есть, казалось бы, она мягкая, но при этом бум, башка отлетает, как бы, и ты прям чувствуешь, что тебя ударили очень сильно. Ну, по этому поводу хочу сказать, что лично мы как-то не очень сильно страдаем от этого эффекта. Возможно, в некоторой степени это чувствуется, но это далеко не каждый раз вообще происходит, нужно сказать, поэтому это есть, это нужно принимать во внимание, но это не что-то, что может как-то отравить ваши тренировки, спарринги и так далее. Главное здесь, что от этих имитаций вы не получаете никаких сечек, никаких там растечений, даже если вас по лбу ударят, то есть, ничего этого не будет. Еще такой момент, по поводу безопасности, очень важный. Те, кто тренируется ножевым боем, прекрасно знают, что даже нечаянно, когда это происходит, но иногда в порыве боя, там, по яйцам, например, ударят. Или нож, ты бьешь человека в грудь, а он проскакивает, когда человек залетает, под тебя там голову поднял, или ты как-то снизу бил, залетает сюда вот под воротник в горло. Я был свидетелем таких аварий несколько раз, то есть, если используется деревянный нож, то человек потом выключен просто, на некоторое время он просто начинает задыхаться, и, ну, на это больно смотреть, это абсолютно не нужно, то есть, там, повреждается горло, вот это весь в кадык, когда залетает деревяшка, это ужас. С вот этими ножами, это, об этом можно просто не упоминать, то есть, даже если там что-то проскочит, ну, какое-то касание, какой-то толчок в горло, там, кашлянул раз и продолжил, понимаете, то есть, вот, это вот тот уровень безопасности, о котором я веду речь, это вообще просто нечто беспрецедентное на сегодняшний день. Причем было же ведь очень много попыток уже создать более такие вот гуманизированные имитации, да, тот же Кол Стилл, он относительно гуманизированный, вот эти вот имитации. Я помню имитации была женщина из Балашихи, да, которая делала такие, тоже более мягкие. Татьяна Егорова. Татьяна Егорова, да. Прекрасные, аккуратно выполненные суперские имитации, но здесь, мне кажется, еще сыграло роль и то, что это человек, который сам занимается, который сам прекрасно знает, что именно нужно, чего не хватало. И он это сделал, этим просто нужно пользоваться. Мне кажется, просто, ну, еще не все еще знают об этих имитациях, да не то, что не все, даже очень-очень мало людей о них вообще знают, и, ну, мне кажется, это незаслуженно, они должны получить гораздо более широкое распространение, потому что у Алексея, мне кажется, есть возможность делать их в больших количествах, и каждый может займить себе такую имитацию, а не сделать там заказы, потом чего-то ждать. В общем, ребята, я очень доволен этими имитациями, хочу отдать респект Алексею Вараксину за такой прекрасный снаряд, большое спасибо. Все, надеюсь, вам было интересно. Если, ну, это видео будет лежать на моем основном канале, и если кому-то интересны еще какие-то разговоры о ножевом бое, не знаю, о других видах имитаций, потому что я по этим, ну, просто как бы привел их в пример, но четко, глубоко не разбирал плюсы и минусы, на мой взгляд, каждого из типа имитаций. Если вам это, например, будет интересно, пишите в комментариях, мы будем разговаривать, или какие-то другие аспекты спортивного ножевого боя, не какой-то уличной поножовщины, это нам не интересно, мы занимаемся спортом. Вот, если вам что-то будет интересно, вообще интересна эта тема, говорите, мы что-нибудь придумаем. Все, спасибо за просмотр, надеюсь, вам было интересно, пока, бай-бай. Продолжение следует...